Здравствуйте! В Нижнем Новгороде 15 часов. Горький ТВ с последними наиболее важными новостями. Разовая концентрация этилбензола и фенола в атмосферном воздухе Держинска превысила допустимую норму аж в несколько раз. Максимальное превышение в 3,5 раза отмечается в районе Северных Ворот. По словам независимого эколога Дмитрия Левашова, при длительном воздействии на организм этилбензол провоцирует многие хронические заболевания. А подобное превышение концентрации случается в городе постоянно. У муниципального контроля фактически нет. Источники выявлять никто по новой не собирается. В принципе, некоторые из этих источников, они известны еще по советским периодам, именно как источники выбросов. Как, например, с фенолом. Поэтому здесь вот все остается на том уровне, на котором сейчас. Кстати, не только жители Держинска обеспокоены сложной экологической ситуацией. Как показывают результаты опроса фонда «Открытая социология», 44% респондентов уверены, что ситуация с отходами в области за последние два года только ухудшилась. И Держинское Белое море или Выксунская свалка ТБО тому яркое подтверждение. Суд оставил под стражей двух руководителей фирмы «Нижегородский ДСК», обвиняемых в мошенничестве. Потерпевшими по уголовному делу признано 254 гражданина, которые соинвестировали в 2009 году строительство жилого дома номер 12 по улице Машинной. Изначально его обещали сдать в том же 2009 году, но дом по-прежнему непригоден для жизни. Ущерб соинвесторам составил более 400 миллионов рублей. Бабушки, купившей 320 килограммов гречки, не существовало. Подозрения журналистов об этом, безуспешно искавших пенсионерку по всей Нижегородской области, подтвердились чиновникам, который и озвучил эту историю первым, Михаилом Теодоровичем. О чем еще говорил глава антимонопольной службы по Нижегородской области и чему из этого можно верить в следующем репортаже. Если не было бабушки, потратившей несколько пенсий на запасы гречки и не знающей, где ее хранить, то ее стоило бы выдумать. А про бабушку не знаю. Меня назвали отцом этого невероятного фейка. Это почетная роль быть чьим-то отцом. Потому что не знаю, к счастью или нет, я таковым не являюсь. На этом совещании о Дмитрии Валерьевичем мы эту историю-то и услышали. Там же уточнялось, откуда бабушка и в частности, что она из Балахнинского района. Руководитель ФАС по Нижегородской области считает, что стремление запасаться присуще пожилым людям в России. Но, учитывая показатели инфляции, желание закупиться впрок перестает зависеть от возраста. По сравнению с декабрем прошлого года, в январе цены на продовольствие выросли в среднем на 7%, на непродовольственные товары в среднем на 4,1%. В январе общий уровень инфляции в России составил 3,9%. Это максимум с февраля 1999 года. Тогда инфляция составила 4,1%. Ничего удивительного и шокирующего на рынке продовольствия сейчас не происходит, уверен Михаил Теодорович. И в этом есть экономическая справедливость, в том, что хлебопеки, давая повышение цены, сами хлебопеки получают некое повышение зарплаты. И оно всего-то навсего выравнивающее. Никто не станет утверждать, что хлебопеки – это какая-то особая каста, что это те самые люди, которые скупали ландкрузеры в ноябре. Одна из причин снижения цен на продукты – прокурорские проверки, которые прошли в торговых сетях. Мониторинг стоимости социально значимых товаров будет теперь осуществляться еженедельно. Напомним, ранее во время одной из таких проверок представители магазинов отмечали нам, что не повышать цены на продукты не могут, так как их закупочная стоимость также растет, а регулирование приведет к банкротствам. Я понимаю цель государства – зафиксировать цены. Это связано с удержанием социального негатива, для того, чтобы не провоцировать социальный взрыв у малообеспеченных слоев населения. Но так или иначе, если компания, в том числе мелкий бизнес, очень мелкий бизнес продовольственный, начнет разоряться, то у нас будут расти безработицы в том числе. Это плохо, когда государство регулирует цены. А еще в антимонопольной службе призывают население не поддаваться панике и не скупать продукты на несколько лет вперед. О курсах валюты. Рубль продолжает то падать, то укрепляться. После вчерашнего проигрыша валюта сегодня отыгрывает около 2,5 рублей у доллара. Официальный курс на завтра – 66 рублей 4 копейки. И 2 с лишним рубля у единой европейской валюты цена евро, установленной Центробанком – 75,66. Стоимость баррелей нефти на данную минуту – 59 долларов и 8 центов. На этом пока все. Берегите себя и свои карманы. Хорошего дня!